Друзья, здравствуйте. Сегодня у нас действительно удивительная встреча с необычной женщиной, с Натальей Гулах. Это командир взвода, которая была в АТО, прошла Иллобайск. Очень много жизни спасла. Приходилось даже оперировать в полевых условиях. Я, женщина, единственный командир на сегодняшний момент, у которого в подчинении с этим человеком командир роты. В принципе, по специальности, по своей, я разведчик и друг врач. Пришла я в мае месяце, с майданом, наверное, да? Я вчера встречалась в Киеве, в Верховной Раде, с людьми, которые готовы помочь открыть клинику психологической помощи ребятам, которые уходят из зоны АТО. Может быть, в конце концов это будет правильно. Почему? Потому что женщине, которая имеет четырех муков, белая с автоматом, вроде бы как уже может быть историей, да? А в качестве врача я, наверное, смогу помочь. У каждого солдата есть рисунки. У каждого. Плюс, помимо этого, мы передаем рисунки очень часто деткам. У нас есть волонтеры, которые ездят на ту сторону, ездят в такие дома в Луганске, в Донецке. Мы передаем рисунки деткам туда. Дети здесь ни при чем, правда. Они же не должны страдать от того, что взрослые играют. И вот на сегодняшний момент я никак не могу дождаться. У меня должны привезти шестерых детей, которых я уже полугода не могу вытащить. Вы извините, просто хочу с удовольствием. Да, да, со мной служат, как мне говорят, два сына моих. У меня, в принципе, двое моих детей родных. Это дочь и сын. Дочери моей 29 лет, а сыну 31 год. Сын служит рядом со мной. И плюс у меня еще служит второй мой сын. Это родной брат моего сына, да, по отцу. Классно. А так, в принципе, у нас от 18 до самому старшему 42 годы. У нас есть грузин Георгий. Самый старший у нас такой мужчина, который идет в подразделении. Я майор главного разведывателя управления в отставке. Я окончила службу в России, начинала в СССР в 83-м году. Окончила ее в 96-м, то есть в России. Поскольку я сама украинка, я не могу смотреть на это равнодушно. И, честно сказать, после первого деловайства, когда я вытащила больше 20 бойцов, больше 20 патронов, у меня забрали пенсию. У меня пенсия была, ну, как бы на украинские деньги довольно-таки неплохая. Правда, я в России ее получила, 12 тысяч гривен, да? У меня забрали. Ну, сейчас я без пенсии, то есть я помолодела. Если раньше была пенсия, нет, это сейчас, конечно, без пенсии. Боже. Вы поймите правильно, что народ, народ, любой народ, какой бы он ни был, он не является противником. Это политические игры, которые нас втянули. Но я не считаю, что люди из Донецка не противники, или Руганск, или те же самые россияне, которые на сегодняшний момент им внушили где-то что-то, и они противники. Нет. Понимаете? Нельзя захватывать страны, тем более страны, где мы в браках были, да, раньше, дружили и сейчас считать их противниками. Я не считаю, что это так. Мы когда-то с немцами воевали, но они не стали нам противниками, правда? Я считаю, что здесь должны разбираться политики и, в конце концов, это политическая игра, а не как-то нечеловеческая. И сейчас вот мне кажется, что если бы встали на защиту матери, матери имеет очень большую силу. Матери, ну, как бы всей Украины, да, России, и, ну, наверное, победили. Хотя я понимаю, вот недавно, не так давно, да, вытащили пацанов с плена, и 14 человек из них было кастрировано. И один мальчик не выдержал, повесился на территории Украины этого всего. Вы знаете, вот это жестокое отношение, да, когда вот ты считаешь, что это противник. Действительно, вот, когда казаки это сделали, я считаю, что это неправильно, да, они противники наши. Но с другой стороны... Я не знаю, кинец, как-то так объясню. Не знаю, просто не знаю. Да, мы стреляем, мы убиваем их, я не спорю, но при этом, ну, если уже люди в плену, ну, зачем мы над ними издеваться? Есть мать, да, которая родила, да, и если, не дай бог, мать кто-то обидет, ее надо защитить, правда? Ну, не точно так вот Украина. То есть, если на Украине есть драма, да, которые ее обижают, мы ее должны защитить. Вот и все. Дух, у нас единственный дух, у нас это то, что у нас есть страна, единая страна, у нас есть прекрасные люди в этой стране, у нас есть все. Почему мы должны в 21 веке быть под кем-то и быть рабами? Скажите, пожалуйста, для чего мы должны разделиться? Мы сейчас должны объединиться, и мы должны доказать о том, что мы единый народ. Вот и все. И это бред какой-то, когда говорят, вот, там, Донецк, какие люди, там, Западная Украина, это другие, там, Бендера, и все остальное. Вы знаете, я иногда смеюсь. Почему? Потому что, ну, нету бендеровцев, нету москалей, нету еще у кого-то. У меня, например, я по национальности, я не знаю, кто я по национальности, я вам скажу, я говорю, у меня мама со старобешивающейся, кроме англичан. Отец у меня на половину, на четверть, да, украинец, на четверть русский и на половину белорусский. Детей я родила, у меня на половину от сына. Скажите, пожалуйста, так, что мне защищать или отвечать? Ну, я не знаю про это. Если мы все объединимся и не позволим это, то тогда страна наша останется. И, в принципе, это надо делать. Надо останавливать войну мирным путем и надо всем объединяться. То есть это должны быть какие-то претесты, но не просто так, вот, вышли там на улицу, да. Это должно быть объединение полностью всех. Почему? Потому что в Луганске, в Донецке, в России никто не хочет войны. Вы поймите правильно, никто не хочет, никто не хочет хоронить своих детей. До тех пор, пока мы не будем участвовать в этом во всем, у нас ничего не получится. Почему? Потому что если сидеть и ждать, что моя хата с краю, оно так и будет моя хата с краю. Вы поймите правильно, что по планам Путина Днепропетровск будет последним. А как бы ему хочется завладить восьми областями. Ваша область может быть второй после вот этого всего. Потому что выход к морю и тому подобное. Ну, не хотелось бы, чтобы все-таки Украина была как-то разделена. Не хотелось бы. Если мы будем все вместе, то мы победим. И не надо обязательно помогать там, ну, идти всем воевать. Я не сторонник этого вообще. Я считаю, что журналисты, политики, все должны объединиться и все-таки закончить эту войну. Там, там, где идет война, там совсем другая жизнь. Там нету материальных ценностей. Там только дружеские ценности, там родственные ценности, да? Там все как-то друг другу совсем по-другому окно. А сюда приезжают они, конечно, им здесь очень сложно. Я объясню, почему. Даже мне было сложно. Я недавно была в Киеве. Выходит, выходит из Теницыки, во мне была встреча. Вот, выходит женщина одна, да? Я говорю, что другая с тобой разговаривает, да? Я просто встаю. Она говорит, вот купила за тысячу долларов штаны себе. Она говорит, ой, мне так не нравится, они будут домашними. Я, честно сказать, вот у меня такое состояние было. Ну, я не знаю, я готова была ее разорвать. Потом думаю, ну, в принципе, смысл этого всего и все. Я просто позвонила своим ребятам, говорю, заберите меня, пожалуйста, отсюда. Потому что я наделаю беду. Я не знаю, какая помощь нужна. Вот, честно сказать, я не знаю. Если человек не понимает, который живет на Украине, не понимает, что где-то кому-то нужна помощь, да? И она сейчас думает о своих штанах. Точно так, вот, как приехали из Донецка, я не пойму, почему пацаны, которые, как бы, воюют там, с Днепропетровской, с Допорожьей, с других областей, с Западной, Украины, все, они там воюют. А ребята, которые приехали из Донецка, они не собираются этого делать. Они здесь хорошо живут. Мы же поймите правильно, что там не в любви дело, когда я говорю, девочки, не перезвоните. Там именно в теплых отношениях, то есть они не ждут там какой-то любви в себя, поестественной, нет. Они ждут именно домашнего тепла, да, чтобы кто-то там выслушал, кто-то что-то не расскажет, что-то это. Не хочется просто, типа, чисто общения. И всем пацанам хочется общения. У меня мальчишки, когда были в землянке, они говорят, просыпаемся, говорят, то ноги замерзли, то, говорит, голова оледенела. Вроде бы, как и буржуйка стоит, а все равно холодно. И вот, действительно, они потом стоят, разговаривают по телефону, им это так хорошо, им это приятно. Честно.